Вот она заслуженная награда. Деятельность учреждения по работе с молодежью энергии отмечена медалью и дипломом Всероссийского форума «Школа будущего», что позволило войти в сотню лучших организаций дополнительного образования. Это естественно наша общая победа и в том числе успех руководителей наших клубов. Большое спасибо в первую очередь нашей администрации за то, что наши занятия продолжают оставаться бесплатными. Это очень важно. Берем белую краску, намешали и делаем сейчас сугробы. Новогоднее настроение уже витает в воздухе. В студии «Русские узоры» сегодня мастер-класс по росписи елочной игрушки. Также здесь ребята обучают росписи по дереву и стеклу. В кружке занимается порядка 30 детей от 5 до 16 лет. Есть даже мальчики. Я хожу сюда года три, мне нравится заниматься этим искусством. Руководитель студии Татьяна Еремина старается знакомить своих воспитанников с разными видами росписи, благодаря чему дети изучают традиционные декоративные промыслы. И им всегда интересно на занятиях. Свидетельством тому многочисленное количество поделок, которые неоднократно занимали призовые места в конкурсах. И в районных, и в областных, и в городских, конечно, но и в международных мы принимаем участие, но там дистанционно. «У кого такие хвостики получаются, немножечко вниз их подгибаем и кладем сверху». А это уже мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы. Педагог Валентина Душкова уже более 20 лет учит ребят различным видам декоративно-прикладного творчества в квилт-клубе. «Каждый для себя ищет какое-то зернышко, с чего начать. И многие дети уже ходят здесь по 5-9 лет. Есть такие девочки, которые приходили со школьной скамьи, а теперь у них уже детки, и они как молодые мамочки ко мне приходят». Квилин в бисероплетении, лоскутное шитье с живопись шерстью. Последнее особенно привлекает внимание. Вот такую картину восьмилетняя Даша сделала буквально за два дня. «Мне очень нравится, как я выполнила эту работу, и я буду делать дальше более сложные картины». Сегодня в состав учреждения по работе с молодежью «Энергия» входит 12 клубов. Помимо творческих объединений, есть спортивные и туристические. Эти кружки посещают более 500 детей, а в планах руководства открытие еще одного клуба в новом микрорайоне «Завидное». Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.